Всем привет, ребята, мои маленькие разводни. Итак, вот, уже снова утро, и надо посмотреть на барбуса. И, ребят, сейчас посмотрим на барбуса и едем до помещения. Взял с собой обогреватель, сейчас поставим, попробуем что-то стены разморозить или... Увидим, в общем говоря. Всем приятного просмотра, с вами Александр. Хорошего дня и приятного настроения. Вот, ребят, барбусня. Барбус суматранский, глошный. И пропали даже телечи, икринки, которые они сбросили сами. Икры нету, не здесь. Ой, свет что-то... Здесь тоже нету. И, соответственно, я так думаю, и... Здесь. Да, как можно видеть, ничего нету. В общем говоря, сейчас еду на ту разводню, и... Что-то буду там делать, ребят. И по приезду, если они не отнерестятся, я их снова убираю отсюда и дам им еще выдержку. Только, конечно же, попробую сцедить икру, если это все дело получится. Если икра сцеживается, значит, с самками все хорошо. Только что-то им не хватает. В общем говоря, ребят, погнали. И, ребят, я уже в этом помещении. Уже три ведерочка вынес и вспотел, так сказать. Но еще поработать надо. И, ребят, уже в помещении вот можно видеть, со стен лед уходит. И я в помощь решил установить вот такую вот дуйку. Пускай она подует. И будем клеить пенопласт. Будем клеить пенопласт по контуру, чтобы подготовить все под заливку пола. И, ребят, приступаем к этой вот куче земли. В общем, говорят, ребят, ура, победа. Наконец-то я эту самую тяжелую работу сделал. Земли уже нету. Повыносил, ух, как много. И, ребят, осталось вот мне зачистить вот этот вот неизвесь. Прогрунтовать его и некоторые части сбить. Такие, как вот этот вот старый фундамент. Это будет мешать для пенопласта. А его сегодня надо приклеить. Это сейчас все загружу в машину. И, скорее всего, завтра вывезут в деревню. Потому что оно здесь не нужно, только мешает. И, ребят, сейчас вот сделаю планировочку. Почищу стенку, поотбиваю вот этого все дела. И приступаем дальше. Ребят, вот я чутка успокоился. А то нашел находочку. И вот, смотрите, уже вот начал вылаживать пенопласт. Вот это вот все дело. Поотбивал штукатурку. По краям. И осталась вот одна полоска пенопласта. И, ребят, вот в этом углу нашел три монетки. Вот там он в углу. Я уже зарыл это все дело. И вот эти монеты. Темно, конечно же. Две из них, ребят, серебряные и одна медная. Только не пойму, почему разных годов. Ну, то есть и Польша, и царизм. Ну, в принципе, один год. Но вот такой вот кладик. Аж руки дрожат. Если можно видеть это, ребят. Я еще занимаюсь вот таким вот делом. Помою их дома. И уже фотографии вставлю в видео. Вот такой вот сюрпризик принесла мне новенькая разводня. Значит, будет здесь счастье. Ребят, по углам Узнаем малость истории. По углам Закладывали Когда-то в старину Монетки. Чтобы было богатство. Но только их закладывали в фундамент. Я не пойму, почему. Просто в уголке. Этот я еще не залил. Вот этот там, где заложил. Там, где вода должна быть. Надо будет еще и этот проверить угол. Вот. И вот такая вот находочка. Делаю разводню. А нашел клад. Помою их дома. Сфотографирую при хорошем освещении. И увидите, ребят. Польша 10 грош. И Петра Первого какая-то монетка. Не видно. В грязи все это дело. Но помою и покажу. Обязательно вставлю в видео. И, ребят. Продолжаю я дальше работать. Надо сегодня. Хотелось бы, конечно, полепить пенопласт. И установить маяка. Чтобы завтра залить. Но увидим все это дело. И, ребят. Вот столько я работы сделал. Сегодняшний день в этом помещении заканчивается. С приключениями. И все такое. Интересно. Что это за монеты? И надо посмотреть, сколько они стоят в интернете. Старые. 1840 года. Ну и по работе. Вот, ребят. Столько заклеил пенопласта. Уже положил на пол. И только не успел я установить маяк. Возможно, завтра приеду и буду заливать пол. Но не факт. Увидим по погоде. И, ребят. Поехали на разводинку. Что-то будем там делать. И, ребят. Я уже на разводинке. Вот уже даже начал что-то делать. И... Вот столько повылуклялось у меня. Донюхи. Сейчас мы на это все посмотрим. Но сперва забрал я, наконец-то, свою посылочку. Ребят. И заказал я... Вот такие вот... Обогреватели и фильтра. Только не знаю, зачем я обогреватели заказал. Вот такие по 50 Вт. Два штука. Один на 100 Вт. И вот такие вот фильтра. Пишет 650 литров в час. Но посмотрим. У меня есть один такой, но... И потребление мощности у него 15 Вт. Но посмотрим на это все дело. Заказал вот такой вот... Не такой, как обычно. Такие, как обычно, таблетки. А вот такие разноцветные. Но посмотрим, как они будут кушать. И заказал вот такой вот... Профессиональный гранулы. Универсальный корм для рыборазводчиков. Посмотрим тоже, как будут кушать. По цвету отличаются. Но ждал я вот этих вот помп. Потому что... Надо делать биофильтрацию. Делать, делать, делать. Только руки не доходят. Так как не хватает времени. И, ребят, сейчас вот я занимаюсь малеком. В двух словах, хочу сюда эритромицина забросить. И выпустить вот этот вот весь малек. Только воды вот так вот подлить. Потому что слил, вычищал все это дело. А вода здесь отстоянная, хорошая. Ну, я так думаю, что хорошая. А там посмотрим. И так же надо опустошить вот этот вот аквариум. Просто опустошить. И, ребят, нет, не рестились барбусы суматранские. Я их сейчас поубираю. В тот вот аквариум. Также заменю там воду. И попробую вот этих вот барбусов сцедить самок. Ну, посмотрим, будет икра или нет. Не хотят они у меня размножаться. Хоть убей. Ну, и, ребят, попробуем сцедить самочек барбусов. Поймал первую. Сейчас как бы это расположится поудобней. А икры-то у них нет, ребят. По крайней мере, вот этой. Самки нету икры. Почему и с чем это связано, я не знаю. И, ребят, поймал я вторую самочку. Сейчас посмотрим у нее. Что-то есть или нету. Снова нету. Экра не сцеживается. И, ребят, я боюсь, чтобы они не были захистованные. И, ребят, поймал я третью самку. Сейчас посмотрим. Видно или нет. И третья самочка. Или с икрой, или непонятно. Ну, пускай еще поплавает. А там дальше посмотрим, что мы будем с ними делать. Вот, ребят, барбусы опустевшие. Даже не знаю, или захистованные, или запустевшие. Но... Или, возможно, эта болезнь так повлияла на эту рыбку. Но, ребят, будем пробовать еще, конечно же. Мы на этом не останавливаемся. И еще хотел показать, почему я не люблю в качестве субстрата роголистник. Смотрите. Вот эти веточки роголистника полностью заполоняют вот это дно. И никогда полностью не убрать улиток с этого растения. Надо прикупить мочалки, распустить. И в качестве субстрата использовать их. Приступаем, ребят, дальше. Дальше будем делать... Выпускать вот этих вот прекрасных данюшек, которые уже вот завтра, некоторые уже сегодня поплыли. также эти пять штучек, что от молодых. Все хорошо, плавает все у них отлично. И даньо леопардовых очень-очень-очень-очень уж больно много. Вот уже набрал инфузорию, скопление инфузории. И завтра с утра уже буду подкармливать вот эту рыбку. Только сейчас эритромицинчик, чтобы вода обезвредилась. Вот, ребят, заколотил я эритромицина. Сейчас вот заливаю вот сюда его. Пускай это все дело продезинфицируется или что там. В общем говоря, вот так вот. Эритромицин залит. И, ребят, выпускаем вот первых пять малёчком. Где-то они здесь есть. Маленькие, маленькие. Я не знаю, или фокус ловит. Они уже поплыли. Здесь есть инфузория и они будут питаться. Вот эти разноцветные от розовых моих молоденьких самочек. Которые мы вот сюда вот отсадили на производ. Вон там, вверху они что-то плавают. Пускай плавают. Вроде бы и аэрация хорошая, и фильтрация тоже неплохая. и вода ничего так. Но что-то они поверху плавают. Но сейчас я их чуть-чуть укорочу, а то что-то очень уж больно много я забабахал. но ничего. И, ребят, выпускаем основную массу вот этих вот красивых маленьких рыбок. Вот видите, сколько их есть. Большое количество. Малек весь поплыл. И это хорошо. Вот. Всех выпустили. И завтра уже будем их подкармливать инфузорией. А возможно даже еще и сегодня. Так как мальки плавают. Некоторые возможно чуть-чуть. Уже вот видите набралась инфузория вот этих вот шприцах. Слегонца сейчас их и подкормят. Вот так я ее собираю, ребят. Шприцом взял. Затянул. И вот в аквариум. А на новое освободившееся место залью свежей водой. Ребят, хотел еще показать скалярию. Вот такая вот личинка. Уже болтыхается. Некоторые вот уже на дне вон там под градусникам. И цвет у нее хороший, приятный. Возможно и что-то даже и получится с этой рыбки. Но не факт. Вот видите, как можно видеть много побелевшей. Сейчас вот день день-два и вот эта рыбка вся упадет. и будет болтыхаться на дне, роиться и все такое. Тогда эту пластинку я уберу для новой партии икры. И попробуем эту рыбку воспроизвести. Вот ребят подошел и день к концу. День так сказать сюрпризов. И там поработали в новом помещении, которое нам принесло очень хороший такой сюрприз. И ребят здесь поработали. Выпустил Данио леопардовый. Также убрал вот эти аквариумы. Их надо будет продезинфицировать. И только не пойму почему у парбуса суматратский нету икры. Или из-за болезни или что-то такое. И вот уже спустил с этого аквариума воду. И завтра буду скорее всего если будет время надо его помыть продезинфицировать и тоже запускать. Короче в общем говоря работы вот так вот много. И что я подумал ребят сейчас в конце видео я покажу эти монетки которые я нашел и одну монетку разыграем. Жалко что только по Украине могу отправить. Но розыгр будет условия будут и ребят потому что две монеты одинакового года. Монеты серебряные две одна медная и еще жетончик какой-то нашел но это еще до этого даже не снимал. Вот ребят как-то так всем хорошего дня приятного настроения удачи и пока Субтитры